Здравствуйте, в эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Мы постоянно рассказываем о всевозможных форумах, которые проходят на территории России. Не так давно общались про питерский форум, кажется, а тут уже полным ходом идет подготовка к ВЭФ. Вот об этой подготовке мы сегодня будем говорить с директором агентства по привлечению инвестиций Амурской области Павлом Пузановым. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вообще подготовка у вас от одного форума сразу же заканчивается, один форум начинается ко второму форуму? Вот такой вот цикл? Ну, цикл действительно активный, и в этом году все мероприятия проходят в гибридном формате с соблюдением очень жестких мер профилактики коронавирусной инфекции. Но я могу сказать, что в 2019 году этого события не было. В 2019 году был последний форум, точнее, в 2020 году все стояло на стопе. И накопился большой объем тех проектов и инициатив, по которым мы, конечно, работаем и не только в период форумов, но такие площадки комплексные, где сосредоточено внимание всех ключевых инвесторов, где собирается федеральный центр, где присутствует большая иностранная делегация. Они дают возможность активно представить все, что имеют регионы, найти партнеров и заключить новые сделки и соглашения. Ну, это было очень заметно как раз на Питерском форуме, когда действительно мы заговорили об огромных масштабных проектах, которые будут реализовываться на территории Амурской области. Я так понимаю, от ВЭФ ожидания не меньше, да? Проекты не менее масштабные. Да, если мы на Питерском форуме только договаривались, да, о каких-то новых инициативах, то сегодня мы уже в работе имеем более 15 соглашений. Это конкретные формы взаимодействия с компаниями, с бизнесом по созданию в регионе новых производств и новых направлений развития бизнеса. В первую очередь, конечно, это крупные предприятия разных сфер, от сельского хозяйства до развития жилой недвижимости, до новых проектов переделов газохимического сырья. Обо всем этом мы будем и говорить на форуме, и представлять, и уже даже подписывать некоторые контракты. Ну вот давайте о том как раз, что уже будете подписывать, наверное, с этого и начнем. Самое приятное всегда. Да, у нас ключевые проекты будут связаны с сельским хозяйством. Мы традиционно представляем павильон региона, мы его сохранили с 2019 года, и он выполнен в таком зеленом стиле. И основной фокус первого этажа павильона будет представлен нашим аграрием, фермерам, нашему потенциалу. И на ВЭФ будут уже анонсированы некоторые соглашения в СМИ, но мы рассчитываем, что подпишем два соглашения по направлению развития животноводства в сфере молочного и мясного. То есть он та самая мегаферма, да, по которой мы говорим? И эти решения уже будут, так сказать, включены в перечень приоритетных проектов и закреплены соглашением. Кроме того, в рамках развития сельского хозяйства у нас большой объем предложений. Это предложения по глубокой переработке сои. Это несколько новых проектов. Это глубокая переработка зерновых. Мы рассчитываем на встречу с крупными федеральными игроками в сфере переработки продукции. На форуме будет представлено большое количество аграриев и федерального центра. Это вот первая часть. Также мы уже рассчитываем на подписание соглашения по созданию в Амурской области первого комплекса по сжижению природного газа. То есть у нас появится свой собственный СПГ-завод, который сможет в последующем развивать два сегмента ключевых. Это рынок газомоторного топлива и рынок автономной газификации. Вот по этим двум направлениям сейчас идет активная работа. Насколько активная, опять же, стоит, наверное, рассказать немного, да, в Белогорске? Потому что действительно уже идет модернизация одной из котель, которая работает на мазуте, да? Да, сейчас просчитывается вся экономика проекта. В принципе, вот такое решение на недавнем инвесткомитете было принято на уровне руководства региона. И действительно, обсчитываем модель. Белогорск у нас пока не может быть газифицирован трубным газом, но пилотно, чтобы посмотреть, как такой вид топлива работает. Понятно, что он, во-первых, один из самых экологически чистых видов топлива. Во-вторых, рассчитываем, что себестоимость самого производства СПГ будет ниже, потому что партнер частный, который заходит, рассчитывает на поддержку в рамках территории приезжающего развития. Мы сейчас готовим такую заявку, чтобы вот эти новые производства в целях удешевления стоимости конечной продукции получали льготы и преференции, возможные на Дальнем Востоке. Ну вообще, я так понимаю, достаточно широкий спектр применения, да, и это далеко не только нужды и потребности Амурской области Дальнего Востока гораздо шире. Да, мы изучали по сегментам рынка спроса этот вид топлива. Сейчас мы видим практику применения и в сельском хозяйстве, и в карьерной технике, и в транспорте общественном. То есть действительно открывается такой новый этап и новый рынок, который надо изучать и исследовать. Поэтому мы рассчитываем, что это будет таким одним из новых, да, видов, по сути, продукции, которые появятся на территории региона. Для сельского хозяйства, знаю, тоже готовили предложение по производству азотных удобрений. Это что? Это пока вариант такой для предложения инвестеров? На сегодня у нас уже одобрена и утверждена концепция развития газохимического кластера. То есть мы с вами говорим о том, что в Амурской области появилась сила Сибири и ряд крупных производств. И самое важное, что этот газ, он фракционируется, из него извлекаются ценные компоненты, и производится продукция, конечно, которая нужна рынку и нашим партнерам из стран АТР, и локальному рынку в целях импортозамещения. Это и проекты Газпрома, Сибура. Но мы смотрим шире и видим, какие еще полезные фракции, полезные продукты можно извлекать из этого сырья. На сегодня в первую очередь у нас это проект по азотным удобрениям, потому что по оценкам Министерства сельского хозяйства Амурской области, регион нуждается там ежегодно от 80 до 100 тысяч тонн продукции по азотным удобрениям. Поэтому если появится здесь собственное производство, это, конечно, тоже благоприятно скажется на сфере сельского хозяйства. Мы подготовили такое предложение, в принципе, уже понимаем, где и как разместить это производство, и рассчитываем также на форуме договориться с одной из компаний по вхождению в этот проект. Знаю, что тема строительства тоже будет как-то широко представлена на ВЭФ. Давайте вот чуть подробнее проект. Во-первых, в рамках деловой программы будут анонсированы новые механизмы поддержки бизнеса. Это и программа «Дальневосточный квартал», которая нацелена на комплексную застройку, на комплексное развитие территорий в городах Дальнего Востока. Это дополнительные льготы подрядчикам. Это инфраструктурное меню, которое позволяет компенсировать стоимость технологического присоединения, строить сложную большую инфраструктуру городскую. И, конечно, это сами девелоперы или застройщики. Мы готовим, и такое соглашение будет подписано с одним из крупнейших российских специализированных застройщиков. Об этом, я думаю, мы подробно расскажем уже. Это будет в рамках ВЭФ подписано. В период проведения форума. И видим, что в ближайшее время у нас будут комплексно развиты три большие площадки. Это северный жилой район, это так называемый Лазурный берег. И потенциал есть в большой площадке Серебряная миля. Это береговое укрепление за улицей Артиллерийской. Вы сказали вначале, что есть определенные ограничения, связанные с коронавирусом. Такой вот какой-то новый формат. Это не уменьшит количество предложений инвесторов? То есть это никак не повлияет на деловую повестку? Ну, если говорить о международном блоке, то вчера было анонсировано, что уже 51 страна подтвердила свое участие в форуме. Понятно, кто-то будет онлайн, кто-то приедет точно. Наш бизнес с отечественной госкорпорацией, в принципе, мы видим подтверждение практически по большому кругу участников. И рассчитываем с учетом всех мер, что мероприятие пройдет успешно, как это показал Питерский форум. Угу. Чем удивлять еще будете? Потому что, я знаю, всегда сюрпризов хватает. Ну, конечно. Форум – это не только большая деловая часть, это экспозиция региона. Все 11 субъектов презентуют себя в течение 7 дней. Это и большая культурная программа по представлению потенциала культурного широкого нашего региона. Ну что ж, Павел, вам удачи на форуме. Я надеюсь, что по итогу обязательно встретимся, обсудим, какие соглашения удалось воплотить в жизнь. Большое спасибо за интересную беседу. Я напоминаю, что сегодня мы общались с Павлом Пузановым, директором агентства по привлечению инвестиций Амурской области. Вы смотрели программу «В центре внимания». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова